Музыка Если вы подумали, что это школьники устроили музыкальный батл, то глубоко заблуждаетесь. Таким образом, подростки приняли участие в прошедшем Саянске Дни Здоровья. Это, пожалуй, один из лучших дней в году, отмечают подростки. Ради этого они готовы и зарядку сделать, и кросс пробежать. Все ребята очень ждали данное мероприятие, чтобы поучаствовать в спортивных мероприятиях. Это очень здорово, что мы проводим такие мероприятия. Уже в течение нескольких лет это стало доброй традицией проводить Дни Здоровья. Проводят эти Дни Здоровья не только школы, техникумы и разные образовательные учреждения. У нас в третьей школе это семь этапов эстафета по всему нашему новому замечательному парку. Эстафеты включают не только физическую нагрузку, но также интеллектуальные задачи для детей. В веселых состязаниях в рамках физкультурного праздника принимают участие ребята с 1 по 11 класс. Атмосфера здесь старела, как на каком-нибудь ответственном турнире. Ребята выполняли условия конкурсов, очень старались не подвести свою дружину, а уже передавшие эстафету отчаянно болели за своих. Настя! 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 Не хотелось бы, чтобы каждый из нас сегодня задумался, а что если это тот самый день, с которого каждый из нас начнет жить по-другому. Например, откажется от вредных привычек, сократит потребление сахара, пройдет диагностику или сдаст анализы, которые собирался сдать уже полгода. Между прочим, по оценкам психологов, один из первых и важных шагов на пути отказа от вредных привычек – это выбор конкретной даты. С первого класса мы постоянно принимаем участие в Дне здоровья. Честно, для меня это идет как праздник. Прекрасный день просто. Сегодня нас, конечно, не очень радует погода, но настроение у всех просто солнечное. Ребята все бегают, все заряжены, все здоровы. Это развивает просто культуру, я думаю, в нашем городе. Это просто прекрасно. Я считаю, что нужно проводить это не только на уровне школы, а также университеты. Я думаю, может, рабочие заводы. Это же интересно. Можно придумывать разные задания, не просто там пробежать что-то. Блин, более интересно. Я считаю, что такое нужно проводить. Этот день подарил всем заряд бодрости, хорошее настроение, оставил яркие впечатления. Ведь все мы хотим быть сильными, бодрыми, энергичными, чтобы не болеть и выполнять любую работу. День здоровья – очень хороший праздник. Он помогает нам укреплять здоровье, иммунитет и силу. Потому что здоровье важно в каждом человеке. Чтобы было хорошее здоровье, надо заниматься спортом. Спортом надо заниматься не один раз в неделю, а каждый день. Если ты будешь... Спорт помогает нам усилять иммунитет, здоровье и силу. Одной из приоритетных задач в учебном процессе является проведение таких мероприятий, как День здоровья. Для того, чтобы ребята поняли, что это главное богатство нашей жизни. Если человек здоров, значит он самый счастливый человек на Земле. Этот день очень важен для всех. Для меня в том числе. Во-первых, я хожу в бассейн и советую всем туда ходить. Да и на разные кружки спортивные. На легкую атлетику, на гимнастику. Мне очень нравится туда ходить. Ведь если ты будешь туда ходить, то будешь очень здоровым. Ты будешь очень сильным. И вообще мне нравится туда ходить. Как отметили организаторы праздника, свой заряд бодрости и энергии получил каждый участник. Если подвести итог прошедшего спортивного мероприятия, можно сказать, что здоровый и духовно развитый человек счастлив. Он отлично себя чувствует, получает удовлетворение от своей жизни, и не стремится к самосовершенствованию, достигая неувидающей молодости духа и внутренней красоты. Я считаю, что такие мероприятия проводить надо, так как они укрепляют здоровье. Я сама занимаюсь волейболом. Спорт – очень важная часть жизни. Когда ты становишься более старым, он тебе поможет. Одним словом, физкультурой нужно начинать заниматься с детства, потому что движение необходимо не только детям, но и взрослым. А спорт – это и есть движение. Сегодня в городе имеются все возможности для занятий спортом. Это многочисленные фоки, фитнес-клубы, бассейны. А главное – было бы желание.